Бытует мнение, что глаголица одна из первых славянских азбук, хотя еще несколько веков назад ее старшинство над кириллицей ставили под сомнение. Ответ попыталась найти 17-летняя Екатерина Мартыненко. Свой проект о деятельности Кирилла Мефодия школьница подготовила ко дню славянской письменности. Опять-таки есть еще белые пятна и опять-таки в их жене писаний и в азбуке, которую они придумали. Плюс еще в нашем поселке, я из рассвета, есть храм, посвященный Кириллу Мефодию, поэтому это уже традиция. В районный храм весь год юный историк ходила как в библиотеку, работала с первоисточниками, изучала книги, переведенные братьями-проповедниками. В результате открыла собственный музей. Правда, на фестивале славянского языка привезла его виртуальную версию. Я буду показывать и настоящий музей, и интерактивный. То есть настоящий музей потрогать, посмотреть все. У меня там вплоть до того, что порватые обуви Мефодия, как он был заключен в тюрьму. Школьники Оксайского района третий год отмечают День славянской письменности и культуры. Вязаные золотом маковки церквей, акварельные яйца и несъедобные пасхальные куличи ежегодно украшают стенды районного дома пионеров. Традиционно в этом мероприятии принимают учащиеся пятых, восьмых и одиннадцатых классов. И выбор этот не случайен, потому что выбор именно возраста, он наиболее чувствителен к различным родам таких мероприятий, направлен на развитие нравственности, духовности. Этот замечательный, уникальный праздник для России, для славянских народов, для всего славянского мира, отмечает 1150-летие великим святителем, просветителем славянских народов Кириллу и Мефодию. И, безусловно, Ростовская область не стоит в стороне от этих событий. К истокам родного языка ежегодно прикасаются тысячи маленьких дончан. Образовательные учреждения области весь май проводят Димитриевские и Сретенские чтения, а также лепиады по основам православной культуры. Юлия Сурикова, Андрей Токарев. Главное новости.